МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. 12 дорожно-транспортных происшествий произошло на территории Нинецкого округа за минувшую неделю. Такая статистика опубликована на официальном сайте окружной полиции. В Нинецком округе планируется возобновить выдачу ипотеки под 1%. Соответствующий проект закона был одобрен на очередном заседании региональной администрации. В Нинецкой телерадио-овещательной компании продолжается месяц профориентационных мероприятий. Детей знакомят с работой журналистов, операторов, монтажеров и других специалистов. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. 12 дорожно-транспортных происшествий произошло на территории Нинецкого округа за минувшую неделю. Такая статистика опубликована на официальном сайте окружной полиции. Так, 1 марта 2020 года в Нижней Пёше произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина 1958 года рождения. В этот же день пострадавшего доставили с санавиации в окружную больницу. Позже установлено, что данный гражданин под управлением снегохода при повороте не справился с управлением и совершил опрокидывание. В целом за неделю в сфере безопасности дорожного движения выявлено 256 административных правонарушений и три водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за вождение автомобиля в пьяном виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. При повторном управлении транспортным средством лицом, находившимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности. О фактах управления нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную часть ОМВД по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. В Неницком округе планируется возобновить выдачу ипотеки под 1%. Соответствующий проект закона был одобрен на очередном заседании региональной администрации. Речь идет о сотрудничестве с банком ВТБ. Переговоры с руководством банка на предмет возможного участия коммерческой организации в региональной программе были проведены ранее по поручению главы региона. Как известно, у жителей Неницкого округа есть в этом вопросе заинтересованность, и мы бы хотели, безусловно, выполнить поручение губернатора и одними из первых войти в такую пониженную ипотеку. Для того, чтобы перейти непосредственно к реализации этого проекта, необходимо заключение рамочного соглашения с банком ВТБ. Ранее такое соглашение было, оно утратило свою актуальность и для того, чтобы перейти ко второму этапу, есть необходимость заключить это рамочное соглашение. Никаких финансовых обязательств оно не накладывает. В ходе заседания члены окружной администрации единогласно одобрили предложенный к заключению с банком ВТБ проект соглашения. Это соглашение, скажем, необходимость. Поэтому я прошу поддержать. И одновременно, Юрий Васильевич, если коллеги поддержат, дадим поручение, чтобы ни в коем случае не затягивали уже с практическим проектом по 1% ипотеке. Это должно последовать практически сразу после подписания этого соглашения. Напомню, ипотечная программа, предусматривающая субсидирование ставки, при котором для заемщика она составляет 1% годовых, запущена в Ненецком округе с целью повысить доступность жилищного кредитования для всех жителей региона. Недополученные доходы банку компенсируются за счет средств окружного бюджета. Впервые программа была запущена в 2017 году на основе ранее действующего механизма 5% ипотеки. Партнером властей региона в рамках проекта был Московский индустриальный банк, в отношении которого в прошлом году была введена процедура внешнего управления. После этого банк прекратил выдавать ипотечные кредиты в рамках совместной с администрацией округа программы. Последние кредиты под 1% Минбанк выдал в сентябре прошлого года. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию, в которых были учтены все ключевые предложения профильной рабочей группы. Изменения предложены ко второму чтению законопроекта. Поправки включают самый широкий спектр тем, в том числе упоминания в Конституции Бога, запрет на отчуждение территории страны и новые ограничения для чиновников. Несмотря на то, что работа по поправкам в Конституцию выходит на финишную прямую, в регионах продолжается обсуждение инициатив в основной закон государства. Законопроект о поправках в Конституцию глава государства Владимир Путин внес в Госдуму в конце января. Предполагаемые изменения закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Для проработки вопроса была создана рабочая группа, в которую поступило более 900 предложений. По словам члена рабочей группы Григория Литкова, каждая поправка важна и не должна затеряться. Сегодня все говорят об этом, что не потерять ни одной поправки. Понятно, что все не могут зайти в Конституцию, но в профильное законодательство в плане спорта, образования, здравоохранения все озвученные предложения должны быть идеями и законотворческими инициативами. Профильное законодательство, законы субъектов, нормативные акты муниципалитетов. Поэтому большая планомерная работа очень своевременная и сегодня проводится. Одна из представленных поправок касается развития волонтерства. Так, Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», предложила добавить в 114-ю статью Конституции пункт о дополнительных полномочиях правительства в сфере мер поддержки волонтерской деятельности. На местах отмечают данная поправка крайне необходима. «Чтобы мы могли в регионах создавать какие-то программы, которые будут направлены именно на развитие добровольчества в регионах. Законы, отдельные законодательные акты, нормативные акты. И они, конечно же, должны опираться на федеральное законодательство. В данный момент у нас добровольчество закреплено лишь в законе, который вышел в феврале 2018 года. Это закон о благотворительной деятельности, добровольческой деятельности. В Нейнском округе официально волонтерами признаны более 500 человек. Вовлеченными в волонтерскую деятельность являются более 5000 жителей Нейнского округа. Вообще направление у нас в округе достаточно развито в сфере волонтерской деятельности. Это, конечно же, событийное волонтерство, когда у нас ребята помогают при проведении каких-то крупных мероприятий. Это социальное волонтерство, когда мы оказываем помощь незащищенным слоям населения, детям-сиротам, детям-инвалидам, либо в домах престарелых. Это серебряное добровольчество, лица старше 55 лет. Потом у нас экологическое волонтерство очень сильно развито. Волонтеры победы, волонтеры культуры. Проводя чемпионат «Обилимпикс» в округе, мы можем сказать, что мы развиваем инклюзивное волонтерство. Совет Госдумы определил, что Нижняя палата российского парламента рассмотрит внесенные поправки в законопроект во втором чтении 10 марта, а на следующий день – в третьем. В поправках говорится также о ряде процедурных вопросов. Уточняется, что изменения в основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосует более половины участников общероссийского голосования. Оно состоится 22 апреля, и одобрение от граждан будет обязательным условием для вступления поправок в силу. Мария Владимирова, Алина Волчейская, Наталья Дуркина, Владислав Новский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский, депутат Госдумы России, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Литков провели рабочую встречу в Нарьянмаре. В ней принял участие также глава общественного движения Ассоциация нинецкого народа ИСАВЭ Юрий Хатанзийский. Григорий Литков прибыл в Нинецкий округ с рабочим визитом, в рамках которого состоялась поездка на остров Вайгач к древним святилищам коренных народов Севера. В поездке приняли участие представители малых народностей из Тюменской области, Ямало-Нинецкого автономного округа, Бурятии и Таймыра. По словам главы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, поездка положила начало циклу мероприятий, направленных на возрождение духовных ценностей коренных народов. Следующая поездка старейшин к святым местам должна состояться летом на территорию Восточных Саян. В ходе встречи Александр Цибульский также обратился к Григорию Литкову, который является членом рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России, с предложением обратить внимание в рамках работы группы на инициативы, которые поступают от жителей северных регионов страны. В рамках визита в Нинецкий округ Григорий Литков провел в Нарьинмаре правовой семинар Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В нем приняли участие более 50 представителей КМНС и общественности. Одной из основных стала тема реализации прав коренных народов при введении традиционной хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях. Алина Волчейская продолжит тему. За круглым столом представители малых народностей из Нинецкого и Ямала-Нинецкого автономных округов Тюменской области, Бурятии и Таймыра. Главный вопрос в повестке дня. Права коренных народов на особо охраняемых природных территориях Российского Севера и Сибири. Повод для дискуссий действительно есть. Несколько лет назад началось повсеместное создание национальных парков. Общественники уверены, создание ООПТ негативно сказывается на жизни коренных и малочисленных народов Севера. С 2016 года, уже тогда, мы посмотрели, 80% мест компактов проживания коренных и малочисленных народов, а это 28 субъектов, огромные территории. И на этих территориях 80% были уже под системами особо охраняемых природных территорий. И есть несколько крупных национальных парков, которые были созданы в тот период, когда моментально, в первую очередь, из Сибири, так на восток. Мы получили очень много жалоб. Люди уже больше не могли входить на эти территории. И, к сожалению, даже целые населенные пункты попадали под национальные парки. И казусная совершенно ситуация, что не выйдет за дровами, не говоря уже о походе. По словам Григория Литкова, практически в каждой вновь созданной особо охраняемой природной территории, нельзя заниматься традиционными видами деятельности – охотой, рыбалкой, оленеводством. Попадают под запреты и священные места, а также родовые кладбища. В 2016 году не на шутку обеспокоились и жители священного для ненцев Вайгача. На острове в Баренцевом море также хотели создать национальный парк. А это не только охрана растений, животных, но и туристская рекреационная деятельность. То есть создание необходимой инфраструктуры, морских причалов и аэропортов – разработка туристических маршрутов. Мы почитали документы на спарте, на острове Вайгача, с ужасом обнаружили для себя, что там планируется причал круизных, вот этих вот арктических лайнеров, огромных туристических. На одном борту лайнера там до десятки тысяч людей транспортируется. И значит, вот эти лайнеры должны заходить в порты Вайгача, комфортабельные десницы, на все священные места, это туристические маршруты, совсем вытихающие. Ведь это священная земля для ненецкого народа со всего мира. В ходе семинара, на котором также присутствовали представители прокуратуры и полиции, органов исполнительной и законодательной власти, стороны сошлись во мнении, что решение о создании каждой новой ООПТ должно обсуждаться и приниматься совместно с теми народами, которые проживают на этой территории. В администрации региона состоялось второе заседание рабочей группы по доработке законопроекта о рыболовстве. В нем приняли участие окружные депутаты, представители Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, администрации Ненецкого округа и Ненецкого рыбак-колхозсоюза. Профильный департамент разъяснил вопросы, поднятые на предыдущем заседании. Они касались уточнения информации по водным объектам рыбохозяйственного значения, входящим в собственность Ненецкого округа и необходимости регулирования рыбохозяйственной деятельности. На следующем заседании рабочей группы будут рассмотрены вопросы о сохранении традиционного рыболовства и накопленный опыт коренного населения по рациональному использованию водных биологических ресурсов. Как отметил координатор группы, вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров, также необходимо проработать законодательный механизм, определяющий приоритеты сотрудничества Ненецкого округа с соседними регионами по охране и воспроизводству рыбных запасов. Всероссийское признание получила книга Юрия Канева и Виктора Толкачева «Ненецкий округ. Геологическая эра», вышедшая в Нарьинмаре в 2019 году. 13 февраля 2020 года Президиум Общероссийской организации «Ветеран-геолога-разведчик» наградил премией имени Александра Сидоренко с вручением медали авторам книги. Книга «Ненецкий округ. Геологическая эра», написанная в соавторстве Юрием Каневым и Виктором Толкачевым, вышла тиражом тысячи экземпляров. В ней показана роль выдающихся представителей отечественной геологической службы в становлении и развитии геологии в Ненецком округе. Собраны воспоминания ветеранов геологоразведки. Конкурс на премию имени Александра Сидоренко за лучшую популяризацию профессии геолога с 2010 года проводит Президиум Общероссийской организации «Ветеран-геолога-разведчик» среди ветеранских организаций, входящих в состав Общероссийской организации «Ветеран-геолога-разведчик». Имя российского ученого, вице-президента Академии наук Советского Союза в 1975-1982 годах министра геологии Советского Союза с 1962 по 1975 год Александра Сидоренко присвоена конкурсу «Неслучайно». Специалист в области геологии и геоморфологии Александр Васильевич активно занимался геологической историей Кольского полуострова до четвертичного оледенения. Много внимания уделял популяризации геологической науки. Праздник Бурандэй меняет локацию. В этом году соревнования проведут на новом месте. По словам организаторов, это делается с целью обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей. На Качгарсинской курье провести гонки невозможно. На трассе вышла вода. Это вызвано установившейся в Нарьинмаре теплой погодой. Новым местом проведения соревнований станет район Центра активного отдыха «Большуха». При этом дата, в которую пройдут гонки на снегоходах, останется прежней – 14 марта. Перенос места проведения соревнований связан с тем, что на водоеме Качгартинская курья, где традиционно несколько лет подряд проходили гонки, образовалась вода. По прогнозу, на ближайшие две недели существенного понижения температуры воздуха в Нарьинмаре не ожидается. Соответственно, нахождение на этом месте как участников соревнований, так и зрителей, может оказаться небезопасным, пояснили в оргкомитете. В ближайшие дни организаторы соревнований приступят к подготовке новой трассы для их проведения. В настоящее время продолжается прием заявок на участие в снегоходном кроссе. Их принимают в главном здании детско-юношеского центра «Лидер», расположенном по адресу город Нарьинмар, улица Ваучейского, дом 30. Телефон для справок 4-39-05. Регламент соревнований и необходимую информацию можно уточнить на сайте координатора мероприятия. Прием заявок завершится 12 марта. На сегодняшний день координаторы соревнований сообщают о поступлении заявок от 10 участников. В телерадиовещательной кампании продолжается месяц профориентационных мероприятий. Познакомиться с работой журналистов, операторов, монтажеров и других специалистов в этот раз пришли ребята подготовительных групп детского сада «Радуга». Подробнее расскажет Александра Литкова. Подобные экскурсии проводятся на телерадиокомпании регулярно. Знакомство всегда начинается с кабинета журналистов. Создание новостей и вообще телевидения – это очень большой, объемный процесс. Тут работает очень много людей, которые каждый отвечает за какую-то свою работу. Сейчас мы находимся в зале, где работают журналисты. После подробного рассказа о буднях журналистов дошкалята отправляются в кабинет монтажеров. Именно здесь завершается работа над готовыми сюжетами. Здесь специальная компьютерная программа. Она непростая. Туда берутся разные кусочки видео. Можно дать разные карты. Следующим объектом, вызвавшим наибольший интерес у малышей, стал аппаратно-студийный блок, где, собственно, и происходит запись новостей. Мне интереснее всего было там, где новости показывают. Там, где мы стишки рассказывали. Завершилась экскурсия по телерадиовещательной кампании по ходам на радио. Здесь ребята также смогли попробовать себя в роли ведущих. А звукорежиссер Борис Зазуля рассказал о тонкостях своей работы. Здесь эта комната – это сердце радиостанции. Здесь у нас есть компьютер супер, который всю эту музыку компонует. Я ему и в этом помогаю. И отправляет на все радиоприемники по всему городу. И даже нас можно слушать в интернете по всей стране. Телерадиовещательную кампанию смогли посетить все три подготовительные группы детского сада «Радуга» в рамках краткосрочного проекта «Телевидение», разработанного самими воспитателями. Основная цель мероприятий – расширить знания о профессиях, увеличить словарный запас детей и творческую активность. В нем мы узнаем больше о телевидении, о радио. Дети играют разные сюжетные ролевые игры, дидактические игры. Также руководство нам помогло организовать встречу с работниками телерадиокомпании. У детей столько эмоций. Познакомиться с телевизионной кухней телеканала зрители теперь могут и на странице «Севера» в Инстаграме. Очень много просьб поступало именно от молодежи, от тех, кому от 18 до 35-40 лет, что не хватало именно «Севера» в Инстаграме. Мы создали собственную страницу, причем страничка такая не сугубо новосна. Мы будем знакомить наших подписчиков, наших телезрителей с телевизионной кухней, с нашими сотрудниками, с нашим творческим персоналом, с нашими журналистами, телеоператорами, монтажерами, режиссерами эфира. Будем показывать, как мы готовим телевизионный продукт. Ну и будут, естественно, какие-то интересные акции, розыгрыши. Кстати, один из розыгрышей уже запущен. Чтобы принять участие и выиграть приз, необходимо подписаться на аккаунт ТРК «Нижнее подчеркивание Север», отметить под первым постом троих друзей и сделать репост в сториз. Итоги подведут 6 марта с помощью генератора случайных чисел. Александра Литкова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.